На первый Всемирный форум сказителей приехали представители восьми народов и трёх стран. К примеру, у народа Калмыцкой республики есть свой героический эпос «Джангар», а того человека, который исполняет это произведение, называют «Джангарчи». В отличие от монасты, Джангарчи не сказывает эпос, а рассказывает заученный текст сопровождения национального калмыцкого инструмента дамбра. Эпос «Джангар» существует всеми вариантами сендианских калмыков, западно-монгольских калмыков, то есть Айратова и наших республик Калмыкия, эпосов. Она где-то более 20 вариантов исполнения. Я думаю, что если в современном мире, сейчас в современном время, если молодежь начнёт, где-то пошёл свой вариант, это, я думаю, ничего неправильного нет. Здесь всё возможно. Инициатором форума является президент Национальной академии «Монаст» Таланталы Бакчиев. Он отметил, что сказители эпосов во все времена играли важную роль в сохранении духовной и культурной самобытности народа. Мы знаем, что сейчас в мире очень тяжёлая обстановка во всех отношениях, в политическом, экономическом отношении. Поэтому, я думаю, вот в такой ситуации каждый сказитель должен определиться, кто он есть в своём народе и какова его миссия в этом народе. Неотъемлемая часть духовной культуры кыргызского народа – это эпос «Монаст». Уникальность трилогии заключается не только в объёме, но и философии, которую он содержит. И в сохранении этого уникального исторического наследия большую роль сыграли «Монаст» Чи, отметил государственный секретарь Сюинбек Асмамбетов. Очень важно популяризировать наши героические эпосы, в частности трилогию, ведь они содержат в себе национальные ценности кыргызского народа. Сейчас я перечитываю эпос «Монаст». Знаете, в нём рассказывается не только о жизни батыров, но и о структуре государства, о социально-экономическом положении, о территориально-географическом расположении. Как отметили деятели культуры, Первый Всемирный форум сказителей стал диалоговой площадкой для рассказчиков героических эпосов разных народов. В частности, Международная единая платформа для сохранения и обогащения эпического наследия, как у Остова национальных культур.